Диктатура закона Итак, права на объекты кондоминиума Новое и не совсем понятное слово Которое все чаще великает в обыденной жизни казахстанцев Сегодня мы расскажем о правах на объекты кондоминиума В каких случаях и каким образом необходимо произвести их регистрацию Какие негативы и преимущества открывает данная форма собственности Вы помните, кондоминиум это особая форма собственности на недвижимость Которая принадлежит всем собственникам на праве общей долевой собственности Как пример многоквартирный дом Где каждая квартира является индивидуальной собственностью жильца Но совместно дом с земельным участком уже является общей собственностью Если мы рассмотрим бытовые ситуации То каждый из нас не раз задумывался, кому принадлежат балконы и лоджии Кто должен следить за общим состоянием дома Подачей тепла, ремонтом крыши и лестницы И прочими аспектами для обеспечения комфортного проживания И ответом на все эти вопросы служит понятие как КСК Оно пришло к нам из советско-социалистического строя И вряд ли современный житель 21 века в Казахстане Сможет дать четкое определение, что такое кооператив Согласно статье 43 Закона Республики Казахстан о жилищных отношениях Для управления многоквартирным жилым домом или группой домов Могут образовываться кооперативы собственников помещений А для домов, не имеющих встроенных ни жилых помещений Кооперативы собственников квартир А актуальность данной формы управления возникает лишь тогда Когда жители готовы и желают изменить ситуацию И не зависеть от внешних обстоятельств А управлять своим домом самостоятельно И тут такие жители сталкиваются со следующей проблемой Как создать КСК Для этого вам необходимо проявить терпение и упорство Поскольку предстоит работать с людьми А это не всегда легко В первую очередь вы созываете собрание собственников квартир И уведомляете их об этом за 10 дней вперед Как правило на собрание собственники квартир не приходят Поскольку все заняты своими бытовыми и личными хлопотами Но несмотря на это Даже при отсутствии кворума на собрании решается вопрос О проведении письменного опроса голосования Согласно статье 42.2. Закона Республики Казахстан О жилищных отношениях Письменный опрос проводится при невозможности Обеспечить кворум при проведении общего собрания Собственников помещений квартир Решение, принятое путем письменного опроса Является обязательным для всех собственников помещений и квартир В последней стадии КСК регистрируется в Департаменте юстиции по месту нахождения жилого комплекса При этом предоставляется протокол общего собрания Где содержится сведение письменного опроса и принятого решения А также прилагается устав, технический паспорт и сведения о собственнике участников кондоминиума Участников кондоминиума Именно об этом мы с вами поговорим дальше А пока не забывайте подписаться на наш канал И при этом не забывайте нажать на колокольчик Чтобы быть в курсе всех наших обновлений Итак, друзья, чтобы привести в порядок правовое положение в общее имущество дома Необходимо зарегистрировать кондоминиум Его регистрация происходит через СОН И для этого вам потребуется заявление по форме Акт на землю и технический паспорт с размерами долей участников кондоминиума Сама же регистрация также проводится в территориальных органах юстиции Где, собственно, и находится ваш ЖК Согласно пункту 2.2 ст. 32 Закона Республики Казахстана у жилищных отношений Вы можете получить технический паспорт совершенно бесплатно Если регистрируется кондоминиум впервые В заключительном этапе после регистрации КСК и объекта кондоминиума Вам надлежит выполнить следующие действия Это первое Для осуществления работы КСК Увидомить обслуживающую организацию о смене формы управления Если есть такая необходимость Второе Утвердить тариф оплаты При этом КСК обязаны иметь счет в банке Для того, чтобы собственники квартир и участники объекта кондоминиума Могли производить ежемесячные выплаты Согласно утвержденным тарифам При этом для содержания объекта кондоминиума Необходимо в обязательном порядке учесть следующие расходы А именно расходы по содержанию придомовых территорий и земельных участков Расходы на материальные затраты Расходы на приобретение приборов учета общего имущества Расходы по оплате труда Расходы на обслуживание сервисных организаций И не забываем Что собственники и участники объекта кондоминиума Обязаны ежемесячно вносить на сберегательный счет КСК Сумму в размере не менее 0,02 От месячного расчетного показателя За каждый квадратный метр Для проведения капитального ремонта общего домового имущества В качестве преимуществ мы получаем некую прозрачность Так как орган управления кондоминиума по запросу Обязан предоставить необходимую отчетность Касательно затраченных средств и по их движениям Таким образом вы всегда будете знать На что были потрачены деньги Которые вы обычно оплатите в КСК Конечно стоит помнить Что помимо очевидных преимуществ Регистрация кондоминиума имеет свои отрицательные стороны Вы выигрываете в материальной прозрачности Знаете что, куда и сколько было потрачено на те или иные нужды Однако в аварийной ситуации Ремонт также ляжет на плечи собственников квартир Известны случаи, когда аварийное положение жилья Может навредить имущество других людей Как пример облицовка здания Повредит припаркованную у дома автомобилю В этом случае собственники квартиры Обязаны за свой счет устранить ущерб Либо возместить расходы по его устранению При этом абсолютно не важно Живет ли собственник своей квартиры Или сдает в аренду И в заключении нашей сегодняшней темы Нельзя не оставить без внимания Проблему легитимности КСК и управляющих компаний И выяснить, с чем это связано Застройщикам выгодно передать Построенный ими жилой комплекс Своей управляющей аффилированной компании Которая при выявлении дефектов Устранит их своевременно Причем это устранение будет выполнено За счет средств собственников квартир и помещений Таким образом Застройщик уходит от ответственности И исполнения обязательств по гарантии Ну а данное видео, друзья Содержит исключительно рекомендательный характер Не является официальным СМИ И не преследует никакой пропаганды Ну а создать КСК Или работать с обслуживающей организацией Опять же решать вам, друзья А вопросы, которые мы разобрали сегодня Они возникают только тогда Когда проблемы КСК касаются лично простого жителя Или отдельно взятого ЖК И как говорят на нет и суда нет Если у жителя не возникает никаких проблем С комфортным проживанием У него не будет собственно никаких вопросов В форме управления этим домом Правило простое Подписывайтесь на наш канал И не забывайте нажать на колокольчик И тогда вы будете в курсе всех наших новых обновлений Помните, правовое государство начинается с вас Увидимся Приходите в мой дом Мои двери открыты Буду песни вам петь И вином угощать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!